Друзья, всем привет! С вами Маша Соколова и сегодня я буду отвечать, пожалуй, на самый популярный вопрос, который задают мне уже в течение нескольких лет за время ведения вообще моего блога. Собственно, сегодня мы с вами наконец-то будем разбирать тренировку при больных коленных суставах. Этот вопрос задают мне постоянно и в инстаграме, и на канале, что же делать, если у вас больные коленные суставы. К сожалению, благодаря большому опыту моей тренерской деятельности, каждый второй сталкивается с проблемой с заболеванием опорно-двигательного аппарата, именно проблем внутри коленного сустава. Это может быть либо хронические заболевания, такие как артроз, например, либо какие-то хронические травмы, которые постоянно рецидивом возникают у вас тренировочного процесса. И, к сожалению, бытует частотное мнение, что если у вас есть проблема, есть травма коленного сустава, то тренироваться при этом нельзя. И, естественно, это грубейшая ошибка. Тренироваться можно и тренироваться обязательно нужно, но делать это нужно исключительно грамотно. Что же нужно делать? Итак, во-первых, вы должны понимать, что если у вас есть травма коленного сустава, сразу же бежать в зал, естественно, ни в коем случае нельзя. У вас должен быть период реабилитации, когда ваша травма заживет максимально, насколько это возможно, при использовании каких-то медикаментозных препаратов, каких-то физиопроцедур. И только после того, как ваша травма уже зажила и, собственно, состояние коленного сустава стабилизировалось, потом вы уже можете отправляться в зал. Почему нужно тренироваться? Опять-таки, в силу того, что я сама сталкивалась с этой проблемой, сегодня я не буду голословной, у меня тоже есть травма коленного сустава, у меня есть надрыв мениска. Собственно, врачи наши замечательные, естественно, вам сразу же говорят, никакого спорта, ни в коем случае никогда никакого тренажерного зала. И стараются ограничить ваши движения по максимуму. Так делать нельзя, потому что при травме коленного сустава у вас и так нарушается кровообращение, собственно, внутри сустава, и когда вы еще свои движения максимально ограничиваете, ваш сустав просто деревенеет, амплитуда движения в суставе становится минимальной, поэтому это грубейшая ошибка. Идти в зал нужно и потихоньку, медленно, правильно, с грамотной техникой разрабатывать ваш коленный сустав. Напоминаю вам, что у коленного сустава есть две функции, это сгибание и разгибание бедра. Все движения, которые происходят в других плоскостях, это нетипичные для этого сустава движения. Поэтому, как правило, хронические травмы возникают у тех людей, у кого есть постоянные вот эти движения из стороны в сторону. Танцоры, футболисты, хоккеисты и так далее. Если у вас просто был какой-то другой случай, да, там, не дай бог, был разрыв, либо какое-то деструктивное разрушение вашей хрящевой ткани, собственно, эта тренировка вам точно так же подойдет. Но слушайте, пожалуйста, внимательно. И первое, с чего я хочу начать, помимо правильной техники, естественно, это слово полагающее вообще в грамотном тренировочном процессе, это фиксация коленного сустава. И я все время говорю о том, что если у вас была травма, и особенно если она связана со связками сухожилия, то есть сустав был дестабилизирован, обязательно используйте фиксаторы на тренировке для того, чтобы наверняка не сделать никаких резких движений, и, собственно, ваша травма, не дай бог, не повторилась. Итак, я всегда тренируюсь на коленке. Итак, использование бандажа, ребята. Важнейшая вообще история в рамках тренировки с травмой коленного сустава. Все время есть мои спортивные сумки. Я использую вот такой наколенник от компании BeWell Rehab. Это швейцарская компания, которая производит замечательное оборудование. И, собственно, вот один из их продуктов – это наколенники, фиксаторы. Есть разные. И для коленного сустава, и для локтевого я использую для наколенного. Для чего же нужен вообще наколенник? Конкретно этот наколенник, примем того, что он фиксирует, в принципе, положение коленного сустава, не дает вам производить во время тренировки какие-то движения, которые могут дестабилизировать сустав. То есть он очень хорошо фиксирует. Он не ограничивает движения, но он позволяет выполнять их так, для того, чтобы вы себе не навредили. Помимо этого, в составе этого наколенника есть полимерная нить с инкрустированными биокристаллами, которая помогает фиксировать тепло внутри коленного сустава. Вторая функция вообще наколенника любого бандажа – это тепло внутри сустава. Ваш сустав не должен остывать во время вашей тренировки, потому что когда в суставе повышенная температура, идет хорошая выработка синавиальной жидкости, той жидкости, которая смазывает ваш сустав, для того, чтобы снизить максимально уровень травматичности. Итак, на коленях вы видите следующим образом. У меня размер S. Перед тренировкой я надеваю на правое свое больное колено бандаж, и, собственно, в нем я произвожу всю свою тренировку. Итак, ребята, после того, как вы хорошо разогрелись, обязательно, должна быть хорошая кардиоразминка, хорошая суставная гимнастика. После того, как мы зафиксировали наш коленный сустав, мы переходим непосредственно к основным движениям. Почему-то сформировался очень глупый стереотип, что если у вас больное колено, то вам нельзя приседать и вам нельзя тренировать ноги. Расстроиваться, возможно, кого-то из вас оправдывают, тренировка ног не заключается исключительно в приседаниях. Это хорошее базовое движение, но, тем не менее, если вы исключите присед из вашего тренировочного процесса, есть еще масса движений, с помощью которых вы можете проработать замечательно мышцы ваших ног. Но хочу сразу же сказать, что действительно, при травме коленного сустава, я не говорю сейчас о травмах, которые у вас были 25 лет назад, и, в принципе, ваш сустав здоров. Нет, если вы действительно понимаете, что вы можете в процессе тренировки все-таки вашу травму заново разбудить, обязательно уберите присед, уберите выпады, уберите любую физическую активность, любые упражнения, где у вас есть осевая нагрузка. Потому что в любом случае при выполнении упражнения с осевой нагрузкой вся непосредственно сила тяжести, вся осевая нагрузка будет приходиться именно на ваш сустав. Поэтому есть вероятность того, что у вас случится рецидив травмы, и вы снова вылетите из вашего тренировочного процесса. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы убираем выпады и присед, остается еще масса движений, которые вы можете выполнять. В тренажерном зале есть куча изоляционных тренажеров. Сгибание лежа на бицепс бедра, сгибание сидя на бицепс бедра, разгибание сидя с проработкой передней поверхности бедра, жим ногами, отведение в тренажере сидя. Это все те упражнения, которые вы можете выполнять, потому что при данных движениях нет осевой нагрузки на коленный сустав. Пожалуйста, делайте каждое упражнение по 3-4 подхода. Отличная тренировка ног. Если мы не берем изоляционные упражнения, мы берем базовые. Первое упражнение, с которым мы с вами сегодня начнем, это ягодичный мост. Замечательное упражнение, которое проработает и ваши ягодицы, и заднюю поверхность бедра, и при этом вы никаким образом не навредите вашему травмированному коленному суставу. Вариация исполнения масса. Лежа на полу, как я сейчас буду делать без использования отягощения. Лежа на полу с отягощением. Лежа на скамье в смите. Лежа на скамье с использованием гантелей. Вариации массы здесь только полет вашей фантазии. Итак, мы с вами приступаем. Первое упражнение, с которым мы с вами начнем, это ягодичный мост лежа на полу. Мы с вами опускаемся вниз. Плотно прижимаем поясницу в полу. Стопы ставим на ширине таза. Параллельно друг к другу. Убирайте прогибки из личной материи. Подкручивайте слегка таз вперед. Не должно быть прогиба мышцы живота в тонусе. На выдох мы напрягаем наши ягодицы. Поднимаем таз наверх. В нижней точке максимально расслабляем. Как видите, во время движения у нас нет никакой супер активной работы в коленном суставе. Поэтому вы можете спокойно выполнять это упражнение. Итак, с ягодицами и бицепсом бедра понятно. Я напоминаю, что вы можете делать не только собственным весом. Вы можете добавлять сюда эспандеры. Вы можете выполнять на скамье, добавлять дополнительное тягощение в виде штанги, гантели, диска, гири, как угодно. С ягодицами есть. Собственно, сюда же добавляйте отведение в тренажере сидя изоляция. Вот вам прекрасные комплексные ягодицы. Мы с вами переходим дальше. Это работа на заднюю поверхность бедра. Тяги всевозможные, которые можно выполнять при траме коленного сустава. Единственное, конечно, тягу сумо стоит исключить. Но тягу на прямых ногах, румынскую тягу выполнять можно. Вот замечательное базовое упражнение, которое прорабатывает прекрасно мышцы ваших ног. Стоит понимать, что, возможно, при травме коленного сустава у вас могут быть проблемы со связками и сухожилиями. А именно, за счет ограниченной мобильности вашего коленного сустава вы не можете работать в полную амплитуду в данном упражнении. Это совершенно нормально. Здесь вам в помощь должен быть постоянно стрейчинг. Напоминаю, что если у вас есть травма коленного сустава, растяжка – это обязательный комплекс упражнений, которые должны присутствовать в вашем тренировочном процессе. Потому что при стрейчинге у вас улучшается кровообращение вашего сустава. Связки становятся гибкими, эластичными. Соответственно, мобильность вашего сустава увеличивается. Итак, мы переходим к тяге. Это румынская тяга. Мы забираем штангу. Это может быть штанга, это могут быть гантели. Неважно. Классика. Стол выставлен на ширине таза. Коленный сустав сверхкосов, накровная спина. Медленно начинаем опускаться вниз штанга, скользить вдоль бедер. И вот здесь уже идет работа вашего коленного сустава. В зависимости от степени травмированности. Либо вы работаете в полную амплитуду, либо вы работаете до пульса до середины бедра. Просто не торопитесь. Простарайтесь почувствовать, в какой амплитуде вам максимально комфортно. Если вы опустились и чувствуете дискомфорт в коленном суставе, уменьшите амплитуду движения. Максимально, насколько вам комфортно, в верхней точке таз вперед, максимально сократили ягодицы, заднюю поверхность бедра. Медленно вдох и выдох. Старайтесь не брать большой вес. Техника должна быть максимально точной. Ваши движения должны быть очень осознанными. Вы должны понимать, с чем вы работаете, с какой конкретной целевой мышечной группой. И следите за коленом. Четкая стабилизация коленного сустава. Все очень плавно и очень подконтрольно. Вдох. Вдох. Мы с вами оказались, пожалуй, у самого главного тренажера, который должен быть обязательно в программе у каждого человека, у кого есть травма коленного сустава. Это кроссовер-блочный тренажер. В чем его прелесть? Мало того, что при травмированном коленном суставе мы должны полностью исключить осевую нагрузку, плюс этого тренажера в обратной тяге. То есть здесь есть такой принцип антигравити. Вы знаете, есть антигравити йога. То есть помимо того, что у нас идет сокращение мышц, у нас еще есть зона обратного вытяжения. То есть кроссовер-замечательный тренажер, в котором вы можете проработать мышцы ваших ног вообще в абсолютно разных плоскостях. Это могут быть отведения в кроссовере стоя, в упоре на один коленный сустав, с прямой ногой, согнутой ногой, под углом, без угла, на разную часть ягодицы. Это может быть отведение в сторону на проработку средней ягодичной. Это может быть приведение на проработку внутренней поверхности бедра. И фишка в том, что абсолютно на каждом движении, помимо сокращения мышц, у вас еще есть и вытяжение. Собственно, кровообращение в вашем суставе улучшается в десятки раз при работе в данном тренажере. Веса здесь берем небольшие, работаем очень плавно, медленно, подконтрольно, для того, чтобы вы четко фиксировали коленный сустав. И понимали, что вы работаете исключительно за счет сокращения мышц, а не за счет резких движений, чтобы нагрузка уходила не на сустав, а вся нагрузка была на мышечном балакне. Сейчас я покажу упражнение на проработку задней поверхности бедра, именно бицепса бедра. Отличное упражнение для тех, у кого нет, например, тренажера без сгибания лёжи, да, вы можете заменить это движение. Ну и, собственно, для всех тех людей, у кого есть проблемы с коленным суставом. Собственно, мы оказались в кроссовере, как вы видите, я себя пристегнула, надела, собственно, две манжеты и буду работать на заднюю поверхность бедра, на бицепс бедра. Опускаемся вниз, плотно прижимаем бедра к полу, да, у нас ровная спина, вы можете либо полностью опуститься, либо остаться в упоре на локтевой сустав. Медленно начинаем сгибать ногу в коленном суставе, пятку тянем к ягодице, работа на бицепс бедра, двуглавая мышца бедра. Медленно затем опускаем ногу вниз, и вот прелесть нашего кроссовера. Вес я не ставлю, естественно, да, у меня всегда натянут трос, и вес тем самым у меня начинает вытягивать заднюю поверхность бедра, максимально растягивая расстояние между костями и увеличивая расстояние в суставе. Тем самым у нас постоянно идет очень такое активное движение внутри сустава, соответственно, лимфа начинает циркулировать лучше, кровь начинает циркулировать лучше, и наш суставчик замечательным образом восстанавливается во время подобных тренировок. Итак, работаем. Несколько таких подходов от трех до пяти, около 15-20 повторений на каждую ножку. Ну что, ребята, вот такой список упражнений у нас получился. Кратко еще раз подведем итог. При заболеваниях коленного сустава, три травмах, естественно, не в той ситуации, когда травма находится на пике, а после того, как она зажила, вы можете тренироваться, но, первое, соблюдая правильную технику выполнения упражнения. Второе, соблюдая постоянно грамотный разогрев перед тренировкой и заминку после в качестве растяжки. Третье, собственно, использование фиксатора, бандажа для того, чтобы во время тренировки ни в коем случае вы не совершили движение, которое может вашу травму заново, собственно, разбудить. Итак, какие упражнения можно выполнять при травме коленного сустава? Практически все. Еще раз проговорю, что желательно присед и выпады убрать для того, чтобы не было силой нагрузки на коленный сустав. Любые изоляционные упражнения на тренажерах. Сгибание лежа, сгибание сидя, разгибание сидя, отведение в тренажере, приведение в тренажере. Огромное количество упражнений в кроссовере. Точно так же махи под разными углами, отведение, приведение, сгибание лежа. Любые движения на ноги в кроссовере делать можно и нужно, но с фиксацией коленного сустава с небольшими весами. По базовым движениям вы можете делать джим ногами. Просто в данном случае поставьте стопы чуть выше в месте для того, чтобы у вас не было большой амплитуды в коленном суставе. Все возможные тяги, исключить тягу сумону, румынскую тягу, тягу на бревых ногах выполнять можно. Огромный перечень упражнений, которые вы можете использовать в вашей тренировке. Каждое упражнение повторяете в 3-4 подхода, по 15-20 повторений у вас получается комплексная классная тренировка ног. И не важно, что в ней нет виседа, совершенно прекрасно вы проработаете ноги и без этих основных движений. Поэтому обязательно пользуйтесь этими советами, обязательно повторяйте эти движения. Напишите в комментариях ваши ощущения после, собственно, данной тренировки. Напоминаю, что сегодня я тренировалась в наколеннике. Я призываю вас фиксировать коленный сустав для того, чтобы снизить травматичность при физических нагрузках. Наколенник у меня был от компании Bewell Rehab. Замечательный наколенник, всем советую, оставляю ссылку в описании. Пользуйтесь на здоровье и также пишите ваши комментарии после использования. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и, собственно, оставить мне пару весных слов после ролика. И, возможно, рассказать о том, какие ролики вы бы хотели бы мне увидеть на моем канале. А с вами была Мария Соколова. Тренировка при больных коленных суставах. Не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok